Это классическая история, а Люди премия стал Антиох-Эпифан. И на сегодня это последний вечер, когда мы с вами встречаемся. И, к сожалению, нам не удастся пройти весь материал, который я хотел поделиться с вами. Но мы поговорим с руководством института, как закончить эту тему. Потому что я вернусь в конце апреля, вас еще поучу. Поэтому я или продолжу учить о плоде Духа Святого, или о чем-то другом поучим. Потому что есть кое-что на сердце моем поделиться с вами, о чем я уже обсуждал с вашим руководством. Но посмотрим, что Господь хочет. Сейчас мы продолжаем с четвертой составляющей плода Духа Святого. У нас немножко не так переводится дословно, как это красиво звучит на английском. У нас переводится это как «терпение». Поэтому терпение – это составляет в себя, включает в себя терпение и силу. И я вам обещаю, что я вам объясню, как все это переводится с греческого, и почему, и какое оно значение имеет по Писанию. Есть маленькое цветущее растение, которое называется «импантент». Потому что оно нетерпеливое растение, оно так называется. И когда семечка назревает этого растения, она в буквальном смысле слова «взрывается», чтобы прорасти. Когда оно созревает, это растение, оно взрывается, и эти семена распространяются на несколько метров и снова сеются в землю. Некоторые из нас похожи на это растение. Это растение – яркая картинка, которая показывает нам, как нам необходимо в нашей жизни терпение. И даже для английского языка вот это оригинальное слово, оно древнее, его больше не используют. Нам необходимо это слово, то есть супертерпение. Нам очень необходима вот эта часть плода Духа. Гораздо больше мы в ней нуждаемся сегодня, в том мире, в котором не хватает терпения, в котором нет толерантности нормальной, нет чувствительности, и вокруг окружает импульсивная злость. И вот пару дней назад я гулял по улице и увидел, как машины устроили тут драку, так сказать, на дороге. Они пытались обгонять друг друга, один объехал, другой объехал. И вы это можете увидеть, нетерпение на светофоре, когда они вот жмут на газ, уже ждут прям, когда зажжется же им зеленый свет. Так что в этом мире, к сожалению, очень мало терпения. И гнев... Гнев и злоба... И гнев и злоба могут быть результатом очень большого негативного воздействия. Мы, к сожалению, с вами растем и развиваемся в обществе, которое жаждет только того, чего оно хочет, и все. И, к сожалению, много проблем, множество проблем, с которыми мы сталкиваемся, они происходят по причине того, что нам не хватает терпения, что мы не хотим ждать. И наши, к сожалению, личные человеческие способности не помогают нам развить это качество. Поэтому в этом вопросе нам нужна Божья помощь. И Галатам 5 глава с 19 по 21 стих Павел нам перечисляет список дел плоти. И они включают в себя прелюбодеяние, блуд, нечистоту, непотредство, идолослужение, волшебство, вражду, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, соблазны и убийства. Я думаю, что если мы поразмышляем, то многие из этих вещей мы обнаружим и в своих жизнях тоже. Но, конечно, их гораздо больше в мире, который нас окружает. И мы все должны осознать, что нам нужно, так сказать, противоядие против всех этих вещей, против всего этого списка. И в Галатам 5 главе с 22 по 23 стих Павел нам дает этот антидот. Он дает нам противоядие. Нам нужен плод Духа, и перечисляются его составные любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И если вы прочитаете этот список того, что нам необходимо, он абсолютно является противоположностью предыдущего перечисленного списка. Все эти замечательные качества, перечисленные, они работают вместе и поддерживают друг друга. И мы увидим, как некоторые из них работают. Поэтому вот это слово с английского переводится как «долготерпение». В некоторых случаях его переводят как «простотерпение», но мы разбираем «долготерпение». Эти слова ассоциируются с простиранием вперед, даже когда вы пробираетесь через сложности. Здесь использовано два греческих слова. Одно греческое слово. Я не уверен, что я произнес его правильно. Оно просто переводится как «терпение». А вторая греческая составляющая, второе слово. «Макрофумия». Его тоже иногда переводят как «простотерпение». Но более дословный и правильный перевод — это «долготерпение». Это слово «макрофумия», оно состоит из двух частей. «Макро», что означает «большой». Темперамент. Вторая составляющая переводится как «темперамент». Поэтому буквально, если так дословно-дословно с греческого перевести, оно переводится как «длинный большой темперамент». По сравнению с коротким темпераментом. В Англии мы иногда говорим о том, что есть люди вспыльчивые. Они очень быстро гневаются. Без этого слова, без этой греческой составляющей «макрофонии» наши «вот» мы будем склонны к непостоянствам и к плохому, так сказать, темпераменту. Мы будем легко терять терпение. Есть американский такой термин «потерять свою прикольность». Когда говорят «cool», а «остынь». И я все время думал, что это «cool», это «прохладно» вообще-то дословно переводится. Но, с другой стороны, все это сводится к слову «взорваться», как вот это нетерпеливое растение, о котором мы говорили в самом начале. То есть мы все становимся такими. И то, о чем я хочу, чтобы мы больше уделили внимание, поговорили о «макрофонии», то есть о «долготерпении». И это дословное слово, которое используется в Писании Галатам 5.22. Но мы должны не забывать, что там два термина используются в этом месте Писания. Две этих составляющие, любовь и долготерпение, они противостоят злости. Ненависти и злости. Они противостоят ненависти и злости. Да, они противостоят. То есть это как на ринге боксерском. В одном углу будет любовь и долготерпение, в другом — злость и ненависть. В одном углу — любовь и долготерпение, в другом — ненависть и злость. И долготерпение — это аноним слова «злость». Именно взрывной злости, очень ярко проявляющейся. И во втором Коринфянам, в двенадцатой главе, в двадцатом стихе мы читаем. Второе Коринфянам 12.20. «Ибо я опасаюсь, чтобы мне по происшествии моем не найти вас такими, какими не желаю, так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости и беспорядков». Из этого отрывка мы должны осознать, что ни одна вещь из этого списка, который здесь перечислен, не имеет права быть в наших церквях или общинах. Если мы имеем что-то из этого списка, значит, что-то идет не так. И мы должны с вами это очень четко понимать. Эти вещи не принадлежат нашим церквям и нашим общинам. И я думаю, что Павел здесь достаточно четко об этом говорит. Я напоминаю о том, что если стоят машины на светофоре и зажегся зеленый, а первая машина не трогается, следующие за ней обязательно будут фа-фа, жать сигнал. Если впереди стоящая машина не движется. Так что нету терпения там. Многие люди способны к сверхреакции, к проявлению бурной реакции. Если вы начинаете разговаривать с кем-то, люди часто начинают вспыливать и таким образом пытаясь защищать себя. Вы, может быть, имеете намерение помочь им разобраться с какими-то обстоятельствами. А они чувствуют, что вы их атакуете и что вы против них. И они делают шаг назад. И взрываются. Мы, к сожалению, имеем очень много негативного опыта и гнева в нашем прошлом. И каждая сложная ситуация, что случалось с нами в прошлом, оно добавляет в этот склад злости и гнева. А потом что-то маленькое, незначительное, вытаскивает этот гнев и злость наружу, и человек взрывается. Гнев обычно включает в себя. Отношение. Воздаяние, ну или просто, говоря, месть. И желание реванша. В римлянам 12 глава, 14 стих, с 14 по 17, 14, 17 и 19. В этих трех местах мы находим вот что. Благословляйте гонителей ваших. В 17 мы читаем, никому не воздавайте злом за зло. И 19 говорит, не мстите за себя. Мы с вами должны позволить Богу быть нашим щитом и оградой. И мы также должны понимать, что Господь защитит нас, если мы только позволим Ему это сделать. Очень часто мы вступаем, так сказать, в реакцию с обстоятельствами, даже не давая Богу шанса. Я думаю, что в этой ситуации Господь просто сидит, отходит в стороночку, садится и думает, ну хорошо, ты пытаешься сам разобраться вперед, попытайся, я посмотрю. Он позволит вам залезть в еще больший хаос, чтобы там уже вы возопили к Нему. Но гораздо легче было бы, если бы вы сразу отдавали ситуации Ему. И Писание учит нас о милости и прощении. Люди склонны объяснить свой гнев, причины своего гнева. Вы просто не представляете, через что мне пришлось пройти, поэтому я так реагирую. Вот вы не понимаете, как мне больно было. Но это не извинение, это не причина, это не то, что должны делать люди. Это не то, что вопрос, то, что люди тебе делают, это вопрос твоей реакции и того, что ты отвечаешь им. Ты отвечаешь им через свою человеческую природу или будешь учиться отвечать от Божьей природы. И Божий Дух, живущий в тебе, может проявляться своей силой и властью, если ты позволишь. И послушайте, я не говорю, что все эти вещи, они легко даются. Наша человеческая природа очень легко может взять верх. Но мы должны с вами учиться держать это под контролем. Благословляйте проклинающих вас. Не платите злом за зло. И не мстите за себя. И Иакова, первая глава, 20 стих, говорит нам вот что. Иакова 1, 20. Ибо гнев человека не творит правды Божьей. Вся задача вот этого курса нашего «Плод Духа Святого» научиться осознавать, что мы нуждаемся в том, чтобы над нами поработали. И мы нуждаемся, чтобы Дух Святой поработал внутри нас. И если вы говорите, да, я принял Духа Святого, тогда вот этим образом Дух Святой будет хотеть работать в вас. Но с другой стороны, нам необходимо дать Ему разрешение, чтобы Он это все совершил в нас. Мы должны отставить в сторону наши личные способности и принять Его, чтобы быть способными совершить все это. С одной стороны, я бы назвал такие действия, как освобождающие. Мы боремся, мы сражаемся, чтобы быть хорошими, правда? Мы сражаемся, чтобы вести себя правильным образом. И многие вещи, которые я перечисляю, вам они знакомы. Вы знаете, как вы должны себя вести. Но мы очень часто подлавливаем самих себя о том, что мы не делаем то, что должны делать. И большинство из этого происходит потому, что мы не позволяем Духу Святому поработать в нас и произвести вот этот плод Духа. И большинство из нас даже не хотят признаться, что мы ненавидим некоторых людей в нашей жизни. Но Писание, оно взвешивает, так сказать, любовь и гнев по человеческим поступкам. И любовь, она выражается через помощь людям. Ненависть проявляется через унижение людей. Римлянам 13 глава. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение Торы. И Павел описывает поведение любви в 1 Коринфянам 13 главе 4-5 стих. Любовь долготерпит. И здесь любовь и долготерпение соединяются вместе. Терпение и любовь. Любовь милосердствует. Не завидует. Не превозносится. Не гордится. Не бесчинствует. Не ищет своего. Не раздражается. Не мыслит зла. Очень интересно. Вы знаете, что когда вы по-настоящему прощаете кого-то, говорим мы легко, я тебя прощаю. Но знаете, когда вы по-настоящему прощаете человека, когда вы не помните, что он плохого вам сделал. Когда вы забываете. Удивительно. И знаете, как я знаю это? Потому что Писание говорит, любовь не мыслит зла. У вас есть у кого-то черные ваши книжечки, черный список? Вот этот человек сделал мне вот это, вот это и вот это. Где-то на задворках вашей головы. Я все помню. Знаете, что Бог говорит? Я удалил ваш грех так же далеко, как восток далек от запада. Я поместил этот грех в самую глубокую часть моря. И я поставил знак не рыбачить. Мы очень быстро готовы выловить снова ту рыбку обиды, которую человек нам что-то сделал. Если вы на самом деле просили Бога простить ваши грехи, может быть, когда вы придете на небеса, может быть, вы окончательно будете прощены, если попадете таки на небеса. И вы можете попасть на небеса и сказать, Господь, я так благодарен Тебе за вот это и вот это. Бог посмотрит с очень странным выражением лица на вас. И Он задаст вам вопрос, о чем ты таком вообще говоришь? Оно ушло. Если вы отдали это по-настоящему Богу, оно ушло. Это Божий характер. И этот характер должен стать нашим. Несколько раз у меня было такое переживание. Ко мне несколько раз подходили люди и говорили, слушай, я очень-очень сильно извиняюсь за то, что сделал вот то-то и то-то тебе. И я могу честно сказать и признаться, что я не помню этих вещей. Потому что я простил им. И нам необходимо учиться такому. Наши мысли и наши отношения крайне важны. Потому что они и источники наших поступков и наших слов. Лука, 6 глава, 45 стих, говорит нам. Лука, 6, 45. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца, говорят, уста его. По словам, которые мы произносим, по поступкам, которые мы совершаем, мы можем увидеть состояние нашего личного сердца. И помните, то, что я хочу вам кое-что сказать здесь. Никогда не исследуйте чье-либо другое сердце. Взвешивайте только свое сердце. Не ваша работа исследовать чужие сердца. Наша задача — следить за своим сердцем. Поэтому мы честно должны экзаминировать наше личное отношение. Мы должны задавать себе вопросы. На этот поступок меня мотивирует любовь, уважение, терпение и сострадание? Или я мотивирован противостоянием, соперничеством, нетолерантностью и жесткостью сердца. И задача моего учения — не просто дать вам знания, но я хотел бы увидеть измененные ваши жизни. Я хочу увидеть вас возросшими духовно. Я хочу вас видеть более и более похожими на Ишуа Мессию. Чтобы вы были способны исполнять чудеснейшие вещи, которые в Божьем плане для вас. Следующее. Будьте медленными на гнев и быстрые на прощение. И удивительно, сколько мест Писания говорит нам об этом. Псалом, читаем, 144. 144 Псалом, 8 стих, говорит нам о том, велик и щедр Господь в этих моментах. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив. Здесь описывается, какой есть наш Господь, что Он долготерпеливый и многомилостивый. И это есть Божье ожидание от нас. Он хочет, чтобы так же действовали и мы. Идем в притчи 14 главу, притч 29 стих. Притча 14, 29. У терпеливого человека много разума, а раздражительный высказывает глупость. Притча 15 глава, 18 стих говорит нам, «Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает распрю». Притча 15, 18. Дальше притча 19 глава, 19 глава, 11 стих, говорит нам, «Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам». Иакова 1 глава, 19 стих, говорит нам, «Иакова 1 глава, 19 стих говорит нам, «Иакова 1, 19, «Итак, братья мои, возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленен на слова, медленен на гнев». И здесь всего лишь несколько мест Писаний, которые говорят нам об этом. Но через эти места Писания мы можем увидеть хорошую идею характера Бога, но также то, какими мы должны с вами быть. И повторюсь о том, что Писание — это наша мерка, которой мы должны соответствовать. Как вы будете измерять ее? Как это применить к нам, вот этот стандарт? Как мы должны сравнивать себя с этими Божьими стандартами? Иногда мы можем сталкиваться с таким, как говорят, праведный гнев. То есть я могу разозлиться о том, что дьявол делает в жизни какого-то другого человека. Но мой гнев в этом моменте, он подконтрольный. я не буду идти и кричать на этого человека, потому что я не верю, что это сработает. Я должен взять тогда власть в свои руки, которую Ишуа имел, и чтобы замолчал враг. Мне кажется, по моему личному мнению, что нигде в Писании не указано, что Ишуа кричал или вопил на дьявола лично или на кого-то из одержимых. Я думаю, что он говорил очень спокойно, с великой властью. Дьявол ушел вон отсюда. И он уходил. Это вообще не зависит от уровня громкости вашего голоса. Это вопрос, имеете ли вы власть эту внутри вас. А это можно приобрести только через действие Духа Святого. Небольшой перерыв. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok